Самый вкусный и народный праздник отмечали ивановцы в воскресенье. Масленичные гуляния прошли во всех городских парках. В Степановском парке можно было перекусить не только традиционным масленичным блюдом, блинами, но и шашлыком, пловом, горячей выпечкой. А на сайте желудок и прогулка веселей, и задора в глазах больше. Пришли сюда отмечать, поели сразу блинов сначала. Теперь ходим, смотрим, куда и чего, и как еще можно. Аттракционы смотрим. Обычно в парк ходим. В парк ходим с детьми, с внуками. Мы едим блины. Встречаем весну. В центре парка развлекательная программа. Старая народная забава, стенка на стенку, кулачные бои, песни и пляски. Самых сильных и смелых угощали блинами. Атмосфера праздника не мешала делать добрые дела. Наоборот, способствовала этому. Свой маленький, но, пожалуй, самый теплый уголок был вот у этих ребят. Проект «Солнечный круг» занимается адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья. И у них это получается. Мы вообще курируем 10 семей, и мы планировали, что придут 10 детей. Но, к сожалению, несколько человек заболело. Но, думаю, это не испортит нам наш праздник. Мы устроим маленькую анимационную программу. Перетягивание каната, прыжки в мешках, конкурсы с блинами. Блины тут тоже особенные. Самые вкусные на весь парк. Я пекла их не для себя, пекла для детей. Вложила туда свою любовь, свое старание. Я надеюсь, им очень понравится, так как это частичка себя. Им праздник. Секрет, секрет – это нужно думать о том, для кого ты это делаешь. Сделать доброе дело мог каждый, кто пришел в парк. На аллее стоял апельсинометр. Деньги, которые выражения пускают в этот прозрачный сосуд, уже который год спасают жизни детей. Официально в этом году марафон «Ты нам нужен» пройдет с 22 по 30 марта. Однако первую лепту ивановцы уже внесли. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.